Все материалы и подъемники должны прийти в понедельник. Два подъемника здесь для инвалидов, не лестница. Но это само устройство, да? Да, само устройство. Понятно, это монтировать не надо, это быстро, понятно. То есть до 22 числа планируем все сделать 100%. В детском стационаре на проспекте Мира до конца года заработает клиникодиагностический центр. Чтобы разместить оборудование и врачей, ремонт сделали во всем корпусе. А это ни много ни мало 1700 квадратных метров. Вот уже завершают облицовку фасада здания, почти готова вентиляция и газовое оснащение больницы. На этот проект потратили 86 миллионов рублей. Здесь два этажа и сюда мы сможем перевести некоторые подразделения из наших больниц, чтобы здесь организовать полностью прием и в соответствии со всеми нормативами обеспечить наших жителей дополнительными местами приема к детским специалистам, к взрослым специалистам. Не менее важен для города и другой объект. Поликлинику на садовом проезде тоже ремонтируют. Заменили кровлю и обновили лицо здания. А для удобства пациентов здесь появится новый лифт. Сегодня будет проведено расширение шахты лифта, будет установлен нормальный качественный лифт российского производства. Здесь мы только что с проектировщиками и с строителями, которые производят капитальный ремонт, об этом поговорили и договорились. Также здесь проводится капитальный ремонт одной из лестниц. На ремонт в поликлинике потратят 26 миллионов рублей, а закончат его к 23 декабря. К этому же времени врачи начнут использовать новейший рентген-аппарат «Телекорт МТ». Этот аппарат завели в сеть региональной информационной системы. Сегодня снимки можно накапливать. И в теории, конечно, можно этот снимок при определенном подключении посмотреть из другого города, ну, скажем, врачу-консультанту. Это очень важно. По уникальному ID-номеру снимка можно будет найти его в любой другой поликлинике. Кроме этого, этот цифровой рентген-аппарат имеет большее разрешение. А значит, врачи на снимках смогут увидеть даже микропереломы.